отлично сейчас начинаем тогда потихоньку да ну давай час еще несколько минут подождем и начнем может кто еще подойдет что-то написал что не будет а остальные даже ничего не выписали а Продолжение следует... 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 инсертом какое-то действие помните мы после того как добавили данные у нас есть возможность получить доступ к новым добавленным данным или я ошибаюсь или не можем получить через нее через нее совершенно верно и то есть по сути можно попробовать сделать запрос но у нас здесь очень сложно получить какую-то ошибку чтобы данные не записались чисто технически я даже не представляю что это можно сделать чтобы они туда просто не вписались все данные у нас все равно будут записываться на у передать у нас не дастся на у передать хотя может быть вот как раз сейчас это и попробую и так ну давайте так я создам новый файлик и назову его как транзакшн дима пускай так называется скрин файл шоу тема вот так и давайте попробую в этом файлике не забываю подключиться так схема дебе персенс не забываю подключиться к нужной базе данных это раз и второе нам нужно попробовать вообще проверить работает ли как-то вот этот вот это транзакция нас каким-нибудь там хотя бы просто как она работает и так я сейчас пробую выполнить старт транзакшн и попробую сейчас сделать три записи в нашу табличку точнее в наши три таблицы да то есть добавлю туда сейчас три фамилии ой добавлю три свойства фамилия имя и отчество причем я буду вызывать не функции не точнее не процедуру который мы написали а вручную писать чтобы проще я из это дата процедур сейчас копирую вот эти вот чертон то и сюда вот так вот их запишу а вот сюда ну давайте какие-нибудь данные добавлю вообще неважно какие я знаю что сюда добавлю вот этот чертный возьму в апострах и такая забыла . потом следующее это будет тейбл файмелис вот этот штук тоже беру в апострофы и последний третий все простите вот он чертон то патронник и после этого я напишу роллбэк вот так я жду как будете готовы скажите я продолжу если меня ждете я написал отлично давайте попробуем выполнить эти запросы все сразу и посмотрим что будет очень давай так не все сразу а по очереди на час начала запускаю старт транзакшн он у меня запустился потом я запускаю insert into table name он запустился говорит что одна строка добавлена видите запускаю следующую строчку он снова выполнился запускаю третью строку тоже выполнился а теперь беру и запускаю роллбэк он говорит что выполнился давайте посмотрим существует ли у нас вот эти вот записи first name и так далее в наших табличках открываем фэмилис names по тренинг простите нету ничего ни одной записи видите все пусто данных потому что надо было написать я знаю что надо было комит я просто показываю как работает роллбэк что он делает откат назад всех трех которые находятся до слова старт транзакшн давайте еще раз выполню старт транзакций и выполню один insert table names запустился давайте посмотрим фаб таблички table names что у нас есть а мы не видим этих данных видите данных нету хотя он нам их добавил мы же когда выполняли вот insert into один ролл а факт тут in 13 миллисекунд прикольно мы не видим данные ну потому что они где-то какой-то отдельный скажем так ветви находится возьмем терминовой югита следующего выполняем все нормально выполнить смотрим на таблицу фамилии чего нету а теперь глядите что будет если я возьму и добавлю сюда коммит вроде все нормально но стоит обновить появляются данные и видите под каким номером они появились под номером три уже а тут под номером четыре как думаете почему номера разные быть ну что она добавила удалила и соответственно счет увеличился абсолютно верно только лишь за счет этого за счет того что у нас стоит с вами автоинкремент и этот автоинкремент ему неважно чтобы его счетчик как идет так и идет он вот как есть так и пошел поэтому использование в наших там запросах в и от дата процедуру селекта и проверки по вас не ему дает нам гораздо лучшее преимущество в этом плане чем использование явно по идишнику как-то сравнить тут мы не привязываемся как таковое к идишнику мы проверяем только лишь вас найма чтобы они у нас не повторялись но и другие там поля не важно какие вот как это работает далее теперь давайте попробуем сделать ну давайте я и вот эту тоже добавлю хотя не буду ничего добавлять час я сделаю здесь какие-то ифы и посмотрим как это должно у нас будет сработать с вами и давайте специально на последнем третьем запросе я здесь сюда передам нал чтобы мне выскочила какая-то ошибка чтобы она у меня появилась и единственный момент как проверить эту ошибку у нас этот запрос не выполнится вообще при попытке его выполнить сейчас будет ошибка канат канат бинал да то есть канат бинал и мы не можем ее никак перехватить да и это было бы неправильно наверное перехватывать ошибку в базе данных хотя и всегда в некоторых случаях это был бы более более лучший вариант когда у вас вся обработка данных предоставлена субэдэшки вот но нам нужно научиться отлавливать тогда как-то эту ошибку мы пока этого не знаем поэтому пока сюда не лезем то есть с добавлением вот 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 понимаете с транзакциями штука вроде хорошая да но если использовать ее в связке с другим языком программирования то мы имеем определенную долю все-таки свободы и возможности управления этими транзакциями если использовать SQL то нужно просто погружаться в язык и вообще узнать есть ли у него обработка ошибок или нету будет ли он их отлавливать вот вот какой такой момент интересный есть поэтому транзакции штука хорошая но она нормально работает только в том случае если вы сможете где-то во внешнем модуле обрабатывать результат работы SQL запроса и на основе него определять что нужно сделать дальше зафиксировать данные изменения или откатить их назад убрать эти изменения до момента их применения вот здесь надо выбирать что и как делать вообще с транзакциями ничего сверх сложного нету это всего лишь две точнее три команды старт транзик роллбэк или комит все больше никаких вещей нету скажем так вопрос есть какие-нибудь давайте попробуем ну а так он же нам не выдаст ну вот смотрите а что я проверю я не смогу сделать никакую проверку он остановится на выполнение вот этого запроса будет ошибка и дальше не пойдет вот давайте я даже здесь сейчас напишу комит вот так вот выделяю запускаю и он мне останавливается на выполнении этого запроса все он не сможет он дальше не пойдет а так как мы написали star transaction то вот эти вещи будут у нас в подвешенном состоянии находиться пока мы не выполним либо комит либо роллбэк а через их может быть комит им робот да но что мы будем проверять если вы имели нет а если есть такое имя у нас же мы ну хотя можно это сделать через их конечно да давайте ладно сейчас застопать запущу роллбэк сейчас наверное понял что вы хотите сделать все роллбэк запустился ну давайте сделаем вот старт транзакшн да дальше мы делаем insert а теперь мы я хочу проверить если как у нас там писалось в если да нею точек а тут нею не работает это же не триггер не функция это здесь будет сложно проверить то есть нам нужно будет сейчас сделать запрос в базу данных сель если select что у нас там как name да по моему select name from table names и полученный вот отсюда результат будет равен тому что мы с вами вот здесь записали first name ну ups он мне наив начинает ругаться давайте вспомним как работает и да и в да нет значит а значит надо в начале сделать какой-то переменной что-то установить после вот этого insert собачек name равняется и вот этот сервит а не может найти этот name и распознать его не понимает что это за ней понимаете а мы там как в табличке писались table names я уже не помню просто table names name он он его не видит ну ладно давайте сделаем как под запрос муж так увидит сейчас ну кстати вот table name ага ну давайте вот так table name name вот так возьмем хорошо указали да и здесь теперь мы пишем если полученный name наш равняется first name то мы с вами за делаем роллбэк в противном случае и да что мне да что такое куда жму-то мы с вами делаем комит но что ему не нравится с ифом он опять будет ругаться на что-то видите две ошибки смотрим делимитр не указан разделить да забыли указать разделить черт точно давайте укажем делимитр хотя можно попробовать перед ними указать перед эльфом разделить и давайте я вот так делимитр и вот здесь теперь будет и но все равно не хочет работать надо еще раз and написать и этот с этой с чертой еще один and ну после после and if наверно да нет зачем вот он ив а вот and if давайте сделаем это как некую функцию точнее как некую процедуру чтобы мы не ну короче более-менее нормально разобрались как это работает и так я убираю значит прописываем разделить делимитр ставим дальше пишем create процедуру назову ее просто как принимать будет три аргумента все по сути копирую вот эту процедуру под нашу с вами последнюю до который добавляет данные вот она все в принципе пока похоже кроме одного что ой извините не туда полез что после бегина у нас будет идти с вами старт транзакшен старт транзакшен . запятой далее мы будем выполнять какие-то действия и вот я сюда сейчас запишу вот первое вот это действие которое мне здесь срабатывает давайте посмотрим чертен ту table names в или дальше с этим некую переменную называем ее name и она будет равняться у нас с вами селит из сейчас вот так сделаем звездочка from table names где value ой где простите name точнее вот так table names . name будет равен тому что мы вот сюда с вами записали вот этот вот first name я его беру и копирую вот так скажем то есть сюда должно будет записаться имя да или что мы здесь можем проверить имя проверим с вами вот так вот так готово вот здесь будет имя дальше мы должны будем проверить если подожди жду 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 а вот с вами с вами если вот а дальше мы делаем какую-то проверку да ну понятно дело что она у нас есть и левая проверка идет и ну ладно сейчас не суть важно так если этот ней было бы странно если в этот ней был бы не равен вот этому свойству first name ну ладно это уже другой вопрос да то есть пишет за ним что тогда нужно делать это мы делаем робот противном случае делается камин вот так и нд видите не воспринимает да смотрите вот в этой транзакции сработал до с точкой , а здесь и хочет срабатывать начинает ругаться на всякие какие-то непонятные его папе здесь не понравилось а я еда и написал простите все сработал ну и после опять же видите коми да то есть мне нужно следующую фиксировать следующее действие фиксировать то есть я не могу просто так вот это обработать ну ладно давайте оставим как есть и посмотрим сработает вот этот вот то что я хочу проверить или нет он мне говорит что извините синтекс чек а это типа название не подходит и а даже вот бегин и star transaction видите это line 1 чё этому не нравится чё там не нравится какие-то примеры да не подходит ну во первых давайте назовем как нибудь по другому процедуру add нижнее подчеркивание раз а дальше можем убрать с вами бегин и оставить здесь слово старт транзакшн но тогда он у нас видите немножко не значит не можем так сделать оставляем бегин пробую еще раз выполнить сей запрос о сработал оказывается название ему не нравилось всего-то а ругался нам на какие-то вообще непонятные штуки теперь давайте попробуем выполнить вот эту нашу функцию это и передадим сюда какие-нибудь значения ну я возьму все три first name а просто что вот так вот запишу да и все вот так и вот интересно добавится ли второй first name в таблицу имен или нет что я делаю запускаю он нам горит извините ошибка под запрос вернул ошибку а вернул более одного более одной строки ну значит мы не сможем тогда с вами проверить через вот этот как я здесь написал то через вот этот их надо как-то по-другому это проверять как мы это можем сделать опять придется убивать эту процедуру убили ее сейчас я почищу таблички на всякий случай но оставлю в таблице имен first name чтобы он у меня там был таблица фамилий я вот это поле удаляю минус для удаления дали это используется я думаю вы помните как это делается таблица имен у меня два first name а мне один first name надо удалить сейчас и в патроне ничего нету значит теперь дальше идем назад возвращаемся и вот здесь переделываю запрос точнее с эти переделы он будет получать не имя аккаунт количество то есть количество строк где будет встречаться first name после первого insert а у нас вот вот это вот этот запрос должен быть вернуть 2 качестве результата и в эфи мы будем проверять если name не тут не так не так если name у нас будет больше одного то делаю роллбэк иначе я делаю комит и все и завершается поменьше чуть сделаю вот так он не выполняет вот этот это дожди 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 это каунт это вы сколько раз он встречается да да сколько раз встречается first name а как он видит что это first name должен а ну то есть first name вовсе понял и то но и больше но спасибо и смотрим добавилась ли добавилась ли у нас таблица имен еще один first name нет он не добавился вот так можно использовать транзакции то есть мы могли с вами прошлую задачу вот этот прошлый запрос где мы проверяли существует ли у нас уже first name если first name равен нулю то мы инсерти мы или пропускаем а мы могли сначала добавить а потом проверить сколько таких данных у нас там есть и если их много то делать роллбэк но вот этот вариант гораздо более правильный чем через роллбэк делать или через комит то есть вот этот вариант он не настолько он удобен когда нужно в каком-то месте проверять все ли нормально нам возвращается то есть мы выполняем по командно запросам и не сразу их всех скопом запускаем а именно по командно выполняем запросы если мы сейчас 2 у меня добавился first name если сейчас второй раз вы еще раз запустите да и у вас не будет добавляться будет выходить ошибка да получается нет никакой ошибки не будет выходить будет выходить что вызов функции и от прошел успешно и все и никаких ошибок не будет а в триггере мы также можем сделать пользоваться да можно также добавить старт транзакции можно вставлять практически куда хотите а в триггере есть и потом стоит выполнение 3 где после выполнения но не черта нет вот тут уже и вы не сможете обратиться к тому что вы добавили то есть только дом сможет сделать и даже если то нет вы не сможете в триггере вы если в триггере хотите создавать транзакцию то транзакция это новые операции записи по что-то то есть вы можете отменять только том что находится после слова старт транзакшн как только вы например выносите за вот этот вот старт транзакшн роббек или коми то есть вот за эти скобочки за эти ограничители что-то то она выполняется у вас и сразу же фиксировать таких возможных вариантов отката там нету понятно то есть вы не можете получить в триггере в транзакции доступ к тому на что сработал триггер если триггер сработал на какое-то добавление данных в таблицу вы не сможете отменить добавление этих данных в таблицу на которой сработал триггер вы только внутри триггера сможете запустить какие-то новые запросы и вот их случае чего-то вы можете отменять так я думаю понятно я сейчас зафиксирую то что сделал и отправлю вам на это скажу что транзакшн транзакшн понаписал то ну ладно а я смогу сейчас здесь переименовать файлик сейчас я вот тут а тут тоже вот здесь переименовать его на рефактор фиксирую так что вот какие-то такие вещи ну транзакция на не сильно сложная на самом деле она довольно простая но особо роли никакой точнее так она может нести очень большую роль но нужно знать когда ее и как применять повторюсь еще раз что транзакции применяются желательно их применять когда вам необходимо создать какую-то элементарную запись которая состоит из нескольких записей в разные таблицы ну грубо говоря вот у нас с вами фамилия имя отчество запишется в 3 разные таблицы если хотя бы в одну таблицу на что-то не записалось или пошло не так мы с вами делаем откат до момента как мы хотели начать записывать да все вот вот для чего подходит транзакции это так же как с банковскими операциями да у вас вам пришло например оповещение о том что деньги списались со счета на самом деле они не списались и в магазин не поступили транзакция где-то зависла или вообще отменилась и вот это вот отправка оповещения о том что деньги списались она на самом деле неправильном в нем в неправильном месте отрабатывается она должна отправляться только тогда когда подтвердится операция того что с одной таблички данные списались а в другую табличку эти данные записались скажем так то есть в одной таблице произошел апдейт в другой таблице произошел это например и в каких-то еще таблицах по записались действия которые были произведены то есть произошло логирование журналисты вот как должно это работать например что-то еще не объявлялся так мы с вами за час управились транзакциями вопрос какие-нибудь есть по транзакциям еще только остается как обработка исключение . вот этот выдаст круто как он все верно значит смотрите последний как раз момент это действительно исключение нам нужно как-то обработать ошибки да в процедурах и давайте посмотрим вот есть вопросик какой-то ну и вот у нас 1 ответа класс мальчик и вот еще три значит давайте посмотрим сюда значит как можно объявить обработчик ошибок ты клэр хэндлер вот как это пишется деклэр дальше указывается что-то название потом хэндлер фо и дальше мы указываем для чего то есть значение условия совпадает со значением там конечно вы ли выполнит оператор стоит вот этот самый оператор будет да и так далее action может принимать вот этот вот action может так как он является типом получается хэндлер то есть обработчик чего-то принимать два значения continue и exit continue исполнение блокированного кода то что находится внутри вот этого statement продолжается а exit выполнение блокированного кода в котором был объявлен обработчик завершается извините немножко не то не стоит на другое простить ну давайте посмотрим вот есть такой exit выход да то есть мы называем exit и говорим что это переменная exit будет привязана со скрель эксепшен с ошибкой и что произойдет если у нас с вами в между бегиным и эндом произойдет ошибка правильно понимаю так если строк для больше чем а нет стоп вот этот бегиный энд описывает что будет происходить когда мы с вами попадем на эксепшен то есть произойдет роллбэк и выведется вот такое сообщение на экран а далее соответственно нам необходимо как-то применить этот самую ошибку да и проверить что произошло то сделать какое-то действие и в случае чего у нас произойдет такие вещи мы можем привязываться строго к определенным например если я не правильно понимаю к определенным номерам ошибок каким-то и так далее в третьих мы добавляем т 1 2 с помощью за ухранимой процедуры и континью декор и exit хендер фору эксепшен ошибочка выходит то для определенной ошибки будет выходить другое сообщение для еще одной ошибки будет выходить еще одно сообщение и вот идет insert что-то там значит давайте попробую выполнить сейчас описание декларирование эксепшена перехвата его да и выполнение чего-то как мы это сделаем ну давайте создам еще одну процедуру которая будет полностью скопирована с вот этого и дата процедуру sql даже наверное да нет тут три раза мы вызываем и если хотя бы нас тут где-то произойдет не сейчас вот я копирую вот эту штуку и себе записываю вот сюда смотрите единственный момент процедур это дата и тут укажу x вот так эксепшен значит глядите что у нас получается вот эти процедуры у нас с вами уже существуют правильно три штуки их они есть единственное у нас с вами нету никаких обработок ошибок если ну один колл не выполнится да ничего не произойдет что мы делаем биене я беру и декларирую деклар нашу переменную называю как x дальше указываю хендлер и указываю фо и говорю что sql вот так но видите он на хендлер начинает ругаться на он говорит изменить пожалуйста диалект с кем странно да здесь вот пишется хендлер фо там не а там нам говорят что какая-то у вас тут извините ошибка так дико и рэксид хендлер фо песка стоит странно вроде ничего такого не туда каких таких моментов особых все так же прописывается дико и рэксиджер притер нет тут ничего такого нет давайте посмотрим а здесь а тут оказывается а это вообще совсем другой класс мы искали эксепшен не то не то да давайте поищем вот собственно говоря вот это вот дико и рексит вот вот это вот запись найдет нам штанте яндекс по этому поводу или нет и действительно есть такое смотрим вот он дико и рфа и что-то пишет мучая хендлер неправильно написал да вроде правильно странно а потом оказывается я не понял что там должно быть написано смотрите если верить то что вот здесь нам показывалось в какой-то части да то здесь написалось что вот тут мы должны писать экшен и я взял и пропустил мимо шей что за экшен что здесь пишется а вот здесь написать либо эксид либо континью а я написал x просто то есть вот мы декларируем обработчик выхода на эксепшен и с кэликс эпшен и после с кэликс эпшена мы должны еще прописать например какой-нибудь и им внутри которого у нас будет с вами находиться какие-то действия только тут . запятой да что я единым то пишу вот значит что здесь будет находиться здесь будет указываться у бэк и например какой-нибудь селек что-нибудь выведем на экран давайте я выведу экран а вот здесь попробую написать старт транзакшен и вызывать процедуру но как вы думаете кол не будет ли нам что-то делать с транзакциями не будет ли он случайных завершать сразу с комитом и в конечном счете после вот этого старт транзакшен у нас должен стоять здесь еще комит то есть мы должны все зафиксировать вот так остается понять что будет с вот этими колы глядите вот у нас с вами обработчик исключения мы декларируем выход обработчик для из кэликс эпшена то есть грубо говоря мы объявляем что как только будет срабатывать любой любого исключения в сквеле мы попадаем на вот этот обработчик exit на выход из процедуры и что этот выход из процедуры делает он у нас делает rollback откат назад всех действий которые были и выводит на экран сообщение эра далее остается понять вот этими колами сейчас пока не пишите давайте-ка я быстренько загляну в в транзакциях если какое-то упоминание кола может ли она как-то себя скомпрометировать скажем так лезем документацию самый лучший и смотрим так значит что нибудь тут есть такого нету на пробок автокоммит селикта апдейт ничего не прописано так так критов рай 3 дом и какой-то импорт 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 автокоммит бигин энд статт транзакшн сейчас одну секунду ничего такого не написано плохо да но если мы посмотрим по моему где же я смотрел тоже и не помню так только сейчас открывал этот а вот нам транзакции в об истории да здесь говорится что а следующие операторы не явно завершают транзакцию альтер тут кого нету то есть значит транзакция не должна будет завершаться давайте проверим давайте попробуем вызвать я сейчас проверю будет отработать или нет если будет работать я вам оставлю процедуру вы ее спешите значит я пробую вызвать процедуру да я ее же не создал простить я ее не создал запускаю вроде без ошибок создалась а теперь я попробую вызвать эту процедуру с вот этим набором данных каким-то где у меня все на вы будут то есть да точнее не все а один будет нау последний дата , exception и вот отчество я укажу как и проверим сработает это или нет запускаю последний вызов вышла ошибка видите давайте посмотрим в базы данных добавилось что-то или нет то есть добавил он мне в table person с хоть что-то как мы это можем посмотреть достаточно открыть в ее person нет нету а чего я добавлял там где это я хотел добавить старинный андрей с отчеством навык у меня выскочил exception вот видите один роу ретрай вот стартинг from 1 да и так далее значит выглядеть я уменьшаю показ экрана вот так будет выглядеть вся процедура целиком переписывайте как спишите скажите я объясню еще раз что здесь мы с вами сделали я тоже написал отлично тогда смотрите тогда еще раз вот таким образом мы с вами говорим что в случае эксепшена мы будем производить с вами выход из процедура и будет происходить вот такие действия откат назад и вывод сообщения об ошибке то есть мы описываем вот нашу как бы роллбэк да получается да 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 каком случае но роллбэк он в транзакции сработает я так понимаю да он в транзакции сработает то есть здесь как видите нету ифа потому что здесь это описано как ни странно декоративно то есть мы говорим что если ты встречаешь exception будь добр откатись назад и выведи сообщение кей это у нас где-то висит а дальше мы запускаем с вами транзакцию чтобы можно было применить роллбэк вызываем одну процедуру другую третью и потом делаем 4 insert и если хотя бы в одной из этих операций где-то в одной из этих четырех операций где-то произойдет exception мы с вами его перехватывает вот эта штука сразу же идет откат роллбэк а он срабатывает по той причине что вызывается он по сути-то после старта транзакция после старта транзакции и соответственно в том участке где он вызвался мы все назад тык-тык-тык-тык вернули вывели сообщение и прекратили выполнять эту процедуру мы из нее вышли вот как это работает то здесь немножко другой способ описания срабатывает ближе к декоративному то есть мы объявляем что должно быть а как именно это будет это уже другой вопрос в какой именно момент времени мы не определяем мы говорим что это вот произойдет когда будет exception ну и все она может мы тут сам текст ошибки передавать там допустим чеша да и когда мы будем с вами делать запросы си шарпа в sql то если там что-то вернется с ошибкой нам конечно вернется сообщение с этим текстом ошибки сейчас одну секунду итак вот собственно говоря мы с вами попробовали как делать транзакции и как использовать еще и обработку исключение пожалуйста вот она как-то работает вопрос еще есть какие-нибудь по вот этой части нет хорошо тогда я фиксирую изменения вот и отправляю их вам на сервер так все хотел так давайте тогда сейчас сделаем перерыв в 10 минут вот и после перерыва продолжим тогда уже с вами прошел у нас там будет как раз новая тема вот так значит без 10 я вас снова здесь жду и это и 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 Продолжение следует... 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 Ну что, вернулись с перерыва? Да, вернулись. Окей, значит, смотрите. На всякий случай, заранее вам скину некий материал, который вы сможете поизучать дома. И заодно поймете, какая у нас с вами дальше тема будет. Сейчас нам с вами будет тема группировки и выборки в группировках, или точнее фильтрации группировок. Вот такая вот будет тема на оставшуюся часть занятия. То есть мы с вами как бы посмотрели все, что только можно было посмотреть из таких моментов интересных. И возвращаемся снова к селекту, в котором будем работать с группами и с фильтрацией групп. Ну, попробуем поработать с группами и с фильтрацией групп. Так, я расшариваю вам экран. И давайте, чтобы было проще и понятнее нам с этим работать, я сейчас создам... Ну, это будет, к сожалению, новый проект. К сожалению, да. Потому что мне нужно будет создать новую базу данных с новыми табличками. Вот. И поработать с ней как раз с вот этими выборками. И вот это, наверное, время на создание табличек у нас может отнять какой-то... Путь точнее более продолжительным. Ну, от этого никуда не деться. Итак, берем и создаю новый проект. Выбираю, назову его shop-магазин. По сути, такая-то и будет. Потому что мы сейчас с вами что-то будем делать, связанное с магазином. Shop-demo. Вот он. Выполняю подключение к моему локальному серверу MySQL. Проверяю, правильно ли я все. Прописал юзер пароль и делаю тестовое подключение. Если все хорошо, нажимаю окей. Так, теперь, что нам дальше нужно? Нужно создать здесь новую базу данных. Никакой не dbpersons, а что-то другое. Поэтому я добавляю new схема. И назову ее как shop-demo. Давайте вот так назовем. Она у меня появилась. Вот она, shop-demo. dbpersons мне не нужен. Поэтому я убираю галочкой. Видите? Но видите, dbpersons не убирается галочкой. Снимаем галку default схема. И остается у нас только shop-demo. Чтобы остальные базы данных нам ничем не досаждали. То есть, по сути, мы как раз делаем сейчас с вами фильтрацию данных. Так, далее. Ну, я эти данные вам опять буду отправлять на гитхаб. Поэтому я сейчас фиксирую создавительский гитовый репозиторий. Создавим репозиторий на сервере, чтобы нужно было вам отправлять ссылку сразу. Создавим репозиторий на сервере и привязываю. Готово. Теперь мне нужно создать здесь, получается, таблички. Или одну табличку. Сейчас посмотрим, как сделаем. Может быть, это будет вообще у нас одна таблица. Я не буду применять нормализацию для убыстрения создания. Заполнить эту таблицу данными и посмотреть, как работают селекты. Создаю, добавляю сюда файлик. Давайте, наверное, я все в одном файле буду располагать. Все селекты и create table. Пускай будет в одном. Будет криво выглядеть, но не в суть страшная дума. Поэтому я его назову просто как shopdemo.sql. Не забываю привязать к текущей сессии, к текущей БДшке. Все готово. Так, теперь создаю табличку. Ну, пускай здесь будет product ID. Таймарки. Автоинкремент. Дальше. Пускай здесь будет айкрыть тейбл. Забыл название таблицы прописать. Тейбл продукт. Дальше у нас будет с вами продукт name. Давайте просто нам напишем. Не буду слово продукт писать. Просто нам название. Это будет текст. Дальше. После имени будет производитель. Да, по-моему так производитель. И они мануфактуры произведено. Производитель как же будет мануфактура просто что-ли. Translate. Производитель. Мануфактура. Все. Мануфактура. Тоже будет текстовым полем. Тоже not now. И будет еще. Да. Еще что у нас будет. Давайте укажем price. Да, цену. Пускай цена будет int. Тоже not now. Все. Да. И по дефолту цена должна быть у нас с вами равна нулю. То есть мы не знаем значение цены. Ставим в 0. Да и все. Вот. Что еще. Да и собственно говоря, наверное все. Никаких здесь связи нет. Ничего тут такого сверхъестественного у нас. Запускаю. Запрос выполнился. Теперь нам надо наполнить его данными этот запрос. Ну что собственно сейчас и делаю. И буду делать точнее. и посмотрим, что он получился с этого дальше. Значит, как я буду добавлять данные. Я просто открою табличку. и напихаю сюда какой-то набор данных. А потом полученный запрос скопирую и вставлю свой файл. Так, ну давайте, значит, название продукта. Что там пускай будет. Не знаю. Что выберем-то. Давайте пускай будет какой-нибудь там. Писи, например, да. Писи. Компьютер. Производитель. Ну пускай будет. Apple. Цена какая-нибудь очень большая. Что-нибудь там. Пускай вот такой будет. Что-то тысячу. Нам не важно, да. Что будет дальше. Еще имя. Тоже пускай будет какой-нибудь там PC. Не важно вообще, что это. Производитель. Ну пускай будет Asus. Цена. Пускай будет 100. Далее. Ну давайте им лучше какие-нибудь, ладно. Имена дадим другие, да. Там PC. 1. PC. F, например. Дальше пускай будет какой-нибудь. Пэт. Чего-то там, да. Тоже производителя Apple. И по цене. Ну пускай будет уже 500. Еще добавляем какой-нибудь поэты. Иху. Тоже производитель пускай будет. А это пускай будет какой-нибудь HP. Ну чтобы у нас была выборка многообразная. Пускай там будет 230. Ну и еще что-нибудь одно добавлю. Не знаю. Пускай будет тот же Apple. с ценой 5000. Вот так. Значит. Вот все данные, которые тут появились. Да, я это себе копирую. И отправляю. Чтобы сразу записал же базу данных. А в шоп-демо я это добавляю. Вот таким вот образом. Если не хочется, чтобы постоянно писал с insert into, потому что данные одни и те же добавляются. по тому же принципу. Мы можем пойти с вами следующим путем. Можно брать. Ставить запятую. И вот таким образом это отрабатывать. Или даже вообще на запятую менять. И все будет хорошо. Видите? То есть таким образом это тоже будет работать. Как ни странно. Так как тут написано values, то вот эти данные будут добавлены в рамках одного insert. Я фиксирую сия изменения. Все, что у меня здесь происходит. И говорю, что это. Камечу отправляю. Ой, я вам ссылку-то на репозиторий не скинул, наверное. Конечно же не скинул. Что-то еще чудесное. Копирую. Не скидываю вам ссылку. Так, я пока жду. На всякий случай. Если, Олег, вы успели, нет? Или подождать? Отлично, все сделал. Отлично, все. Тогда хорошо. Тогда дальше продолжаем. Значит, смотрите. Что нам теперь нужно сделать? Ну, если мы будем делать с вами простой какой-то select, да? Смотрите. Select. Каким-то там нам поля. Давайте производитель и... То есть название и производитель, да? Попробуем с вами выведем. То есть нам что нужно будет? Сейчас я пока ставлю звездочку. Витом вот. Тут пишу фрук. И табличку table products. Здесь я говорю, что у меня будет выводиться имя и производитель. И, например, мы скажем условия, где цена, пускай будет больше, больше 500. Точнее, даже больше или равна 500. То есть вот так хочу вывести. Ну, давайте посмотрим, что это будет за результат такой у нас. Вот. Это Apple, Apple, Apple. Это все Apple. Хорошо. Давайте попробуем сделать другой запрос. Больше, например, больше 50. Чтобы хотя бы кто-то еще попал сюда. Вот. Запускаем его. О, уже тут есть другие. Производители. Но видите, опять же, у нас с вами вот есть Apple, Apple, Apple. То есть три производителя одинаковых. Интересно, мы можем их как-то загруппировать по производителю? Давайте попробуем. Есть такая команда groupby. И вы указываете поле, по которому производите группировку. В данном случае это поле производителя. Давайте посмотрим, что получится. Смотрите. Он нам вывел по одному. Видите? То есть группировка в данном случае сработал очень интересным образом. Он взял нам изгруппировал, вывел уникальные значения производителя. Казалось бы, а как, что нам это дает, да? Зачем нам это нужно? Вроде ничего сверхъестественного. Ну, получаем уникальных производителей. Мы могли бы попробовать получить как-нибудь там при помощи, может быть, селекта. Ну, нейм-то нам не выводит, да? Видите? Он просто вот какое-то одно значение. Хотя у нас Apple имеет там несколько разных составлений было несколько продуктов. Ну, если мы вместо нейма выведем с вами... И давайте сделаем наоборот. Сначала будет выводиться производитель, а потом будет выводиться каунт-звездочка, которую мы определим как... Да никак не будем определять. Просто каунт-звездочка и вся. И оставляем группировку. Теперь он нам выводит подсчет агрегатных функций под каждую группу. То есть, видите, в данном случае группа By, мануфактура, говорит, что нам нужно объединить строчки по производителю. И объединяет их. Но каунт будет рассчитываться уже не для всей таблички, а для объединенных строк. Если уберем группу By и оставим каунт, смотрите, что будет. Нам просто выведется один производитель и количество 5. То есть, первый попавшийся производитель, а количество 5. А вот если мы с вами вернемся к группировке по производителю, то нам выведется совершенно другая информация. Более правильно. Вопросы есть по группировке? Мы можем также значение присвоить, да, через ссылок, да? То есть, если хотим только посчитать, сколько у нас встречается, например, апплов. Ну, тогда это немножко по-другому делается. Если хотим посчитать, сколько у нас встречается апплов, это делается более просто. Смотрите. Select. Мы просто пишем с вами каунт звездочка. From table products where manufaktura равняется apple. Вот так. Тут уже не надо делать группировку. Нет, я имею в виду, к какому-то значению мы можем тоже это присвоить. Ну, а что... Хорошо, давайте присвоим. Я понял. Окей, давайте попробуем присвоить. Я копирую этот запрос. Так, и что, к чему, что будем присвоивать? Давайте вот тут вот собачьем. Просто переменной какой-то атом, я не знаю, без разницы. Вот так, да, попробуем сделать. Я прав? Да. Ну, окей, давайте. Запускаем. Запрос выполнился. Ну, а давайте посмотрим, что будет в переменной каунт лежать у нас с вами. Select. Собачка. Там только один лежит. Последнее добавленное значение. То есть он не почитал сколько всего значений? Конечно, он записал последнее добавленное, потому что здесь применяется группировка. Так. Так что, вот как-то так это работает. Группировать можно попробовать и по двум полям. Например, давайте попробую добавить сюда еще одно поле сейчас. AVG среднее поле, да, по прайсу. Смотрите, что будет. И вот он нам выдает среднее значение для каждого каунта. То есть, мы можем посмотреть, что в среднем Apple стоит там 1166, да, а Asus 100, HP 230. Понятное дело, что это не тот момент, который бы нам хотелось сделать, да, какие-то вещи и так далее. Давайте добавим, попробуем добавить что-то одинаковое к нашим запросам. Ну, давайте, во-первых, посмотрим, данных у нас здесь одинаковых нет, есть 100. Давайте я сюда еще сейчас добавлю одну строчку с каким-то набором данных, который будет у нас там что-то уметь делать. Неважно, что. Пускай это тоже будет фон. Я специально одинаковое название даю, только пускай будет какой-нибудь HP, а значение у него пускай будет 100. Вот так. Но это я сюда прописал в файлик сейчас, а перед этим я в таблицу продуктов эту штуку добавлю напрямую. Уже теперь поздно. Метаться. Фон HP 100. Отлично. Теперь давайте посмотрим на вот этот наш запрос. Посмотрим. Ага, вот тут есть какие-то данные. Окей, хорошо. Работает. Давайте я уберу отсюда средний и выведу просто прайс. Вот как думаете, что будет, если мы будем делать группировку по производителю, выводить производителя, выводить подсчет количества, единицу этого производителя, и выводить их цену. Он выдаст, опять же, какую-то непонятную нам цену, только первопопавшуюся, скорее всего. По 1100, 230. Значит, группировка не просто так работает, да, она что-то у нас как бы делает. Все-таки каким-то образом группировка и агрегатные функции, аккаунт это агрегатная функция, связаны. Ну, давайте просто выведем производитель, товар и цену с группировкой. С группировкой по производителю. Вот что выводит, опять же, какой-то только там первый элемент и так далее. Интересно получается. Что же мы можем еще попробовать? Давайте попробуем, ради интереса, по имени еще загруппируем. И выполним. О, уже вообще по-другому выглядит. Никаких нету группировок. Смотрите. Как будто вывелась просто вся целиком табличка. Интересно, да? Хорошо. Но что это нам дает? Да дает это нам ровным счетом, особо-то ничего. То, что мы должны с вами понимать, как мы группируем данные. Обычно они группируются все-таки по какому-то одному критерию. Например, по имени можем их загруппировать. И посмотреть, что будет. Сколько у нас. Вот смотрите. По имени. Видите? Телефон. Для него производитель Apple указан. Но это тоже неверно, да? Потому что там два производителя. Знаете, надо делать правильно запросы. Правильные вейры указывать и тому подобные вещи. Нужно еще понимать, что, как, зачем и по чем мы с вами делаем. Хорошо. Так не работает. Но работает нормально хотя бы с какими-то там вещами, да? Давайте сделаем вот так. Пускай выводится у нас с вами название продукта. Name. Будем мы с вами делать группировку по имени. И будем отбирать и уберу отсюда. И отбирать не по прайсу, а по производителю. Ну, у нас одинаковых названий у одного производителя нет. Поэтому у нас данные будут выводиться разные. Если добавить еще и одинаковые названия одного производителя, вот там будет группировка, и мы что-то увидим. Можем, конечно, попробовать сделать по цене. Но у нас, опять же, у нас этого тоже не то получится. Вот, ладненько. Давайте тогда вообще уберем ваер отсюда. Без всего. Просто вот выполним. Вывод имен, да? И сделаем группировку по именам. Вот, пожалуйста. 5. Хотя всего здесь записи 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сгруппировал, потому что телефон два раза встречается. Можем теперь подсчитать что-то, да? Давайте почитаем среднюю цену сгруппированных товаров по названию. То есть я хочу посмотреть, сколько стоит в среднем PC1 товар, сколько стоит PCF, сколько стоит PET, PET New. А вот PET Phone стоит 1050. Самый большой, самый дорогой. Почему? А потому что у нас с вами телефон. Один стоит 100 рублей, другой стоит 1000. Ну, 100 единиц и 1000 единиц. Точнее, где он? Вот, а, 2000 единиц, простите. 100 и 2000 единиц. Даже вообще не туда гляну. Вот, группировка позволила нам определить среднюю стоимость каждого наименования товара. Если товары есть с одним наименованием, но разными производителями. А всего-то надо было добавить одно слово в ROOP BY. Вопросы есть какие-нибудь? Ну, видимо, вопросов нет. Давайте теперь и тогда посмотрим с вами на такое понятие, как хэвинг. Ну, я его подсмотрю, если честно, потому что, да, я вот эти вот сейчас зафиксирую изменения. Сейчас отправлю их. Все, отправился. Значит, а на хэвинг я немножко подгляжу. Не помню я точно. Но вообще хэвинг работает как фильтр групп. Ну, вот, кстати, давайте возьмем с вами вот эту часть и возьмем. Итак, создам сейчас новый запросик. Select. Пока здесь будет звездочка. From. Название таблиц. Вр. Где? Смотрите, в ВР нужно использовать получается до того, как будет идти какая-то группировка. И давайте укажем все, у кого прайс, ну, пускай там будет больше 50, да. Далее, далее. Что нам нужно отсюда посмотреть? Делаем после этого группировку по производителю. Ну, и давайте глянем, что у нас будет. А, да. Убираем отсюда звездочку, пишем производителя. и указываем количество единиц техники, которые у этого производителя встречаются в нашем магазине. Которые от этого производителя встречаются в нашем магазине. ну, вот, отлично, 3, 1, 2, да. И давайте выберем отсюда из этой группы тех производителя. Тех производителей, у которых каунт будет больше, например, чему? Давайте больше одному. то есть я хочу посмотреть товаров, которые у нас от одного производителя, да. То есть хочу найти производителей, которых цена продуктов больше 50 и количество продуктов у этого производителя больше одного. это только Apple HP. Если вообще убрать отсюда вот это вот слово каунт, то мы выведем просто список производителей. Apple HP. А дальше остается понимать, какой был изначально задан запрос и что мы хотели бы от этого получить. вот еще раз это как получается это получается фильтр фильтров групп. То есть where позволяет фильтровать строчки, having позволяет фильтровать группы, которые получились из группы. я все записал. Вопросы есть какие-нибудь по вот этой вот группировке и фильтрации групп? так, вопросов, видимо, нету. хорошо. Что-то как-то мы очень быстро с вами разобрали эту тему. Думал, дольше с ней будем. Ну, ладно. Так, значит, так. Понятное дело, что я здесь не применяю никаких join'ов, ничего, а так, в принципе, это должно было быть еще с кучей join'ов работать и так далее. Дальше способы применения этих группировок, фильтраций, сортировок, ордеров, хевингов и так далее будет зависеть только от того, что за база данных у вас будет, сколько там будет в ней табличек и так далее. Когда таблиц будет много, то использование представлений, которые мы с вами делали, даже с использованием вот этих получается дальнейших этапов выборок данных будет только способствовать пониманию того, что вы пишете в запросах. Так, далее. Что же далее? Ну, в принципе, основные вещи по SQL-у мы с вами пробежались. Дальше только практика. Это раз. И еще раз практика. Сейчас я попробую найти. SQL-у есть сайт называется SQL-X. Это сайт, который позволяет вам выполнять разные запросы и так далее. Насколько я помню, он бесплатный и позволяет проверять проверять какие-то ваши результаты. Я вам сейчас кину ссылочку, вы попробуете. Дома здесь есть упражнения по SQL-у, есть обучающие этапы, есть рейтинговые этапы и тому подобное. В принципе, SELECT здесь более-менее кросс-диалектно, скажем так. Есть еще возможность получения сертификации какой-то. Уже никогда. Авторизуйтесь, пожалуйста. Я здесь не зарезанный, поэтому я регистрируется пока не буду. Но в любом случае, вы можете попробовать на упражнениях, поработать и, пожалуйста, должно что-то получиться. Регистрируйтесь, проходите, смотрите, что-как. Это если вам интересен, собственно говоря, SQL и его дальнейшее какое-то изучение. Есть вот, кстати, книжка у них оказывается, анализ характерных ошибок при решении задач обучающего этапа на сайте. Прикольно. Тоже можно будет почитать, поискать ее где-нибудь и почитать. Кстати, она тоже пригодится. Надо посмотреть, где ее найти эту книгу. У них даже есть учебник. Да, есть даже учебник поиска и вот он. Правда, описан, может быть, не очень как-то, но не суть важна, мне кажется. есть так. на случай, чтобы вы могли что-то посмотреть, попробовать и так далее, потренироваться. Плюс у вас еще есть магазин, спортивный магазин, который его тоже можно смело делать, доделывать, если все все уже прошедет. Все триггеры еще не успели сделать. Плюс есть еще задание у нас в методичках, надо будет не забыть их вам тоже выложить эти задания. Вот. Вообще, как ваше впечатление об SQL на данный момент? Мне нравится. правда по триггерам есть вопросы. Ой, какой? Точнее, какие вопросы? Триггер вообще может, надо создать триггер, который запрещает регистрацию. А триггер может запретить, то есть insert? А подумайте, что он может сделать? Все зависит от того, то есть, а что там, напомните, там, запрещают регистрацию, если пользователь уже зарегистрирован? Да, да, да. Ну, вы проверяете вот в триггере перед тем, как добавлять, вы проверяете то, что хочется туда добавить, какие данные. и можете просто хорошо так, давайте-ка попробуем. Так, значит, нам нужен триггер на запрет добавления, да, так, давайте вот так напишем создать триггер, создать который запрещает добавлять дублирующие данные. есть такой запрос на Q&A Хабб Добрый вечер, необходимо сделать добавление укальной строки по какому-либо полю. Ему ответ, это делается не триггером, а ограничителем, на уникальный индекс, раз. Ну, ок, давайте посмотрим тогда все-таки на запрос, по которому возник, точнее, на пункт в задаче, по которому возник вопрос. Может быть, я что-то неправильно понял, или что-то не так объяснил. Сейчас посмотрим. Так, где наш спорт? Нету, да? Ну, сейчас так наделаем. А, вот он, спорт шоу. Так, триггер. Создайте триггеры, которые будут решать задачи. Продажа товара. Таблица истории используется для дубляжа. Так, понятно. Архив. Не позволять регистрировать уже существующего клиента. При вставке проверять наличие клиента по филу и емайлу. Ну, это действительно будет лучше сделать не триггером. Вот этот ответ, я с ним полностью согласен, что нужно делать уникальность. То есть, чтобы у вас были уникальные поля фамилии, имя, качество и емайл, например. Либо это делается не триггером, а функцией, ну, точнее, процедурой, которая будет отрабатываться. Хотя здесь, суть по всему, имеется в виду, что если вы пытаетесь что-то добавить, то у вас это не должно будет срабатывать. Но вопрос, опять же, мы должны сделать проверку до того, как мы что-то добавляем. Но как мы сделаем это, что дальше мы будем делать, он все равно потом выполнится. Мы не сможем там никаких запретов поставить. И так, насколько я понимаю, в тридере, там нет возможности запретить выполнение этой операции. Я первые два триггера сделал. Ага, а дальше пошли проблемы, да? Дальше пошли проблемы. Давайте вот эту задачку, вот этот вопрос проверим в Яндексе. Запретите удаление существующих клиентов SQL. смотрим, что холтудэни в таблице для всех пользователей. Нет, это не то. Удаление нет, это немножечко не тот момент. Используется rollback. Смотрите. Видите? Применяется почему-то rollback. Но тут, как мы видим, есть какие-то go, мы не знаем, что это такое. Ну, давайте пока не будем трохать. Поищем еще какой-нибудь ответ. Может быть, найдем. на стек оверфлол есть на русском. Запрет на удаление записи. Нужно запретить из таблиц, не удовлетворяющих определенным условиям с помощью триггеров. Без использования представлений и инстинктов. Дается ответ. Проверять условия на удаление записей до начала выполнения DML. Создается триггер. То есть, вот есть табличка создавать. Дальше создается триггер до удаления для каждого. И где делать проверки? Если что-то, то вызывается рейс аппликашн срабатывает ошибка. То есть, значит, можно попробовать какую-то ошибку вызвать, да? Но, насколько я понимаю, здесь не на MySQL это написали. Так. давайте еще поищем сейчас одну секунду. Так, давайте укажем MySQL. Захотелось мне там. Так. 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 Продолжение следует... Вот этот вот сигнал SQL State позволит нам с вами вызвать исключение. Давайте проверим. Почему бы нет вот здесь сделать проверку. Ну, сейчас попробуем. Какая разница, что мы там с хевингами и группами работаем. Что вот сейчас что-то добавим. Итак, сейчас я попробую добавить сюда триггер, который будет вызывать исключение при попытке удаления вообще любой записи. Ну, как вариант. Значит, create. Триггер. Нужно название триггера, да? Триггер. Как там запрет? Дэнни, да? Дэнни дээлит. Дэнни. Дэнни. Дээлит. Дэнни дээлит. Дэнни. Ну, не важно. Дальше мы, что должны указать, когда триггер создаем? Before. Delete. Какой таблички и так далее, да? Before. То есть до удаления. Забыл там. Ага. До удаления. Указываем табличку. До удаления. Нет. Before. Delete. On. На чем, да? То есть на чем мы будем это делать? Table. Products. Дальше указываем for each row. То есть для каждой строки. Далее необходимо либо вызвать нам begin, прописать. И потом end. Да, еще и разделитель здесь я забыл. Прописать. Телемитр. Указываю фигурую на скобочку. Все нормально. Так. Begin. Потом будет end. Все как полагается. Сейчас я сделаю выравнивание кода. Все. Отлично. Код выравнился. Значит. И здесь мы будем проверять. Не буду делать никаких, наверное, проверок. Просто выполню, как было предложено вот здесь. Сигнал SQL State. Сигнал. SQL State. И мы можем указать какой-то код ошибки. Давайте возьмем... Не знаю. 90 раз, два, три. 90 тысяч. И указать какой-то... Что-то указать. Например, set. Можно ничего не указывать. Вот так сделать. Давайте выполним этот триггер, чтобы он привязался у нас с вами к табличке. Вроде как привязался. Теперь я попробую выполнить Delete. Да даже без этой можно. Просто открою сейчас табличку TapProducts. Выберу какой-нибудь поле. И попробую его делить. И буду отправлять этот запрос на Delete. И смотрите, что мы с вами получаем. 90 тысяч. Видите? Мы получили с вами exception. И запрос не выполнился. Достаточно даже вот так сделать. Использовать выбросы исключений. То есть из exception. Ой, exception, простите. Из триггера мы можем выбрасывать исключения. Тогда у нас с вами не будет происходить запись дубликатов или еще что-то. Хотя, если мы с вами поле сделаем уникальным, то при попытке записать туда дубликат существующих данных, у нас так же выскочит exception. Поэтому, либо сами прописываете это, либо просто ставите для какого-то поля свойства юник. Это если не хотите, чтобы были дубликаты записи. Если хотите запретить еще какие-то вещи по типу удаления или еще что-то, то используйте для этих целей вот такую вещь. Сигнал. Дальше пишите SQL state, то есть состояние SQL. И в апострофах указываете код ошибки. Теперь понятно, как это можно сделать? О, я думаю, что понятно. Ну, давайте тогда с вами посмотрим вообще про, что такое сигнал в Майерске или что он умеет делать. Разберем эту часть. Кредити в углении не всегда приводит к нужному нам результату. Ну, как кажется. Ну, ничего. Я думаю, разберемся. Значит, получается сигнал. И содержит в себе какой-то statement. Какое-то заявление, высказывание. Отлично. Значит, давайте посмотрим, есть ли какие-то примеры использования этого сигнала. Ага. Глядите. Если переменная pVal, которая была указана в качестве входящего аргумента, будет равна единице, то мы вызываем SQL state с состоянием 45 тысяч. И для этого SQL state у нас используется вот этот вот declare condition for SQL. То есть, как только сработает ошибка 45 тысяч, будет что-то вот с вот этим срабатывать. Потом здесь есть, видите, set message text. Вот этот message text будет показываться на экране. Далее. Есть еще здесь MySQL R, но это получается номер ошибки для MySQL, который мы можем установить. Ну, что-то вот такое. То есть, вот этот наш сигнал позволяет нам отправлять какой-то сигнал. И мы можем дальше уже этот сигнал с вами как-то смотреть и так далее. Вот, например, триггер. Before insert on T. То есть, как только мы до добавления в табличку T, мы будем сразу сигналить SQL state. То есть, без всяких там единых, эндов и так далее. Все в одну строку. До insert'а будет происходить ошибка уже. Ну, или вот, типа, если девизор, да, то есть делимое равно нулю, то мы с вами сигналим ошибку. Какую-то и тому подобное. Можно сигналить divided by zero. Вот оно. А этот divided by zero сопоставляется с вот этим state. С этой дальше. Это прям как define уже выглядит. Видите, declare здесь выполняет очень много разных ролей. Он и нормально записывается, и выступает в роли такого. Генератора, получается, каких-то именованных констант и тому подобное. Многоградный аргумент. Почитаю потом. Давайте тоже зафиксирую, чтобы мы с вами понимали, что сделали. Давайте глянем на вот этот SQL State, потому что, мне кажется, благодаря нему мы можем найти коды описания ошибок. И это нам может помочь. А может быть и нет. Ну, кстати, да. Он вывел нас на MySQL State, судя по всему, PHP. И здесь я не получу то, что мне нужно. Ну, да. Это немножко не то. Так, вопросы есть еще по тому, что мы с вами изучали в SQL? Как делать запреты на всякие вещи, да, на что, точнее, на то, что что-то нельзя. Вот мы с вами, опять же, сегодня поглядели. Не планировал, но глянули. Тоже хорошо. Хорошо. Олег, у вас есть еще какие-нибудь вопросы? У меня нет. А у остальных? Ну, или кто-то что-то написал. Дайте гляну в чате. Триггеры только сложновато. Остальное вроде нормы. Ну, да, в принципе, так и есть. С триггерами может быть проблем. Так, сколько у нас времени осталось? Полчаса. Так, что же нам за эти полчаса мы можем успеть сделать? Что думаем? Так, смотрите. Это я вам скинул. Окей, так, это я закрываю на всякий случай. Так, сейчас я попробую поглядеть, какие у вас тут есть домашние задания. Сейчас прокрутится. Не скопировался. Прикольно. А, он даже не прогрузился. Ну, ждем. Ждем. Угу. 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 Тут основа взаимодействия с MySQL сервером. Они не ошиблись. Сейчас я сохраню и посмотрю на то, что там прислали. Потому что раньше был MSSQL. Мне прям стало интересно. Писали MySQL сервер. С чего это они так решили вдруг? Слушай, действительно, с MySQL сервер. Ну, глядите, здесь у вас нужно создавать огромное количество таблиц. Вот тут по Академии, да, делать необходимо создать базу данных. И потом в заданиях в эту базу данных что-то будет являться и так далее. То есть, вот это как. Какие-то действия с ней происходят. Ну, ладно. Давайте-ка глянем. Сейчас я удалю. На то, что вам еще рекомендуется. Так, а дайте-ка я кое-что посмотрю. Тут пакеты. Сейчас один момент. Я просто хочу с вами одну штуку определить. Сейчас. Если мне даст скачать, то я так чувствую, что не даст. В качестве выпускной работы по этому курсу, что будет вам предлагаться? Я хочу посмотреть. Вот. Чтобы вам рассказать, что... Чтобы время у вас было, например, да, если вы что-то будете составлять. Ничего нету. Надо ответить. Вот что это за система? Такая, что мне не показывает ни одно окошко. О, появилась в арте-бул. 24 пары дается. Будет что-то уметь. Телематический план. А тут, кстати, как видите, нет никакого экзамена. Тогда давайте глянем на... Там у меня был один интересный моментик. Сейчас я вам... Финальная практическая работа, по-моему. 13, 12, 11, 10. Наверное, вот это 13-е. Резервное копирование и восстановление. Нет, это не то. А 12-е что? Безопасность. Нет. Слушайте. То, что в метод... Как они это вообще определяют что-то? Нет. Вот, видите, финальное практическое задание по модулю. А, это по модулю. Все, понял. Триггер охраневой процедуры политических функций. Да, это все другое. Это все другое. Сейчас я посмотрю, что это за файлик. И потом подумаю, что вам вообще можно скидывать, чтобы выезд из договора. Так, функции вернуть информацию Барбаре, в Барбершопе дольше всех. Все понятно. Все ясно. Короче, это надо первоначально видеть, какие там есть задания, потому что все построено. Тогда я буду стараться до пятницы подготовить задания, как-то их там выложить, сопоставить и так далее. Вот. Чтобы у вас были выходные, скажем так, за выходные, чтобы вы могли что-то сделать. Сейчас я гляну, хоть удалил или нет задания. Да, все отлично удалил. Сейчас я сюда всякую гадость прикреплю, чтобы на меня потом не ругались, что я что-то не прикрепил. Так. Теперь смотрите. Что мы будем с вами делать дальше? Сколько у нас 20 минут? Ну, ок. Значит, глядите. Вот это задание с спортивным магазином. Доделывайте. Кто не сделал, постарайтесь доделать. Желательно до пятницы. В пятницу буду вас проверять, какие сделаны триггеры, как сделаны и так далее. На занятии, соответственно, посмотрим с вами, поглядим, есть ли там какие-то ошибки в триггерах и как вы научились их писать. Так, теперь что делаем с вами далее? Далее я сейчас смотрю, сколько у нас по времени осталось на изучение теории баз данных. Так, на следующей неделе она самая. Дальше. Тоже она. А вот через две недели у нас с вами начинается аддонет. Отлично. Значит, смотрите, как мы поступим. Надеюсь, к пятнице у вас появятся еще какие-нибудь вопросы. И не только у Олега, но и у остальных. Нам их нужно будет разобрать. Раз. Второе. У нас теперь есть возможность с вами познакомиться с другим типом баз данных, которые не реакционные, а другие. И, например, мы можем с вами познакомиться с документо-ориентированной базой данных. И посмотреть, в чем там есть разница и в чем там есть сходство этих двух типов баз данных. Реакционные и документо-ориентированные. Скажу сразу разницу там притянутой за уши, скажем так. Ну, как по мне, притянутой за уши. Вот. Так же, как и... Ну, а сходство гораздо больше, чем кажется. Но, опять же, это лично мое мнение. Для чего нам нужно вот посмотреть еще один тип баз данных? Да просто хотя бы поглядеть, как это вообще работает. И останется нам после этого сделать какую-то базу данных, с которой мы будем в дальнейшем работать какой-то промежуток времени, когда будем изучать технологию ADA.NET. Потому что нам надо, чтобы она у нас была заранее, да, продумать ее и так далее. Вот как-то так. Можем, кстати, использовать этот же ваш спортивный магазин, выбрать чью-то реализацию и ее применить. Вот. Можем придумать какую-то новую. Базу данных все равно. Так, а сейчас у нас будет с вами немного теории, чтобы, скажем так, вы были в курсе, какие еще есть типы баз данных. А то вот я вам все про реализационную, реализационную, про нормализацию рассказывал, а про другие типы даже не заикнулся. Ну, давайте, наверное, вот так сделаем. Data place. Нет, не так, ладно. Делаем вот так. Типы баз данных. Отлично. Значит, давайте посмотрим, если самый простой запрос на всякие картинки, то очень часто мы можем увидеть с вами деление баз данных на какие-то вот такие вещи. Реализационные и нереализационные. И вы увидите там иерархическое и сетевое. Один элемент записи главный, остальные подчиненные. Там всякая файловая система. Это иерархическая база данных, по сути. Те, кто работал с Windows, знают там такую штуку, как... Блин, забыл. Когда домен LDAP это в Windows. Ой, это в Linux. Крыша едет. Прикольно. Я забыл аналог LDAP в Windows. Никто не помнит. Active Directory. Все, вспомнил. Вот оно. Никто не знаком с Active Directory? Не знакомы, с вами по всему. Или я что-нибудь там написал, или нет? Нет, не написали. Мы сделаем VPF плюс BD. У нас будет это дальше. Когда мы с вами пройдем ADONET, у нас как раз будет вот эта часть. Мы ее будем брать. Хорошо. Значит, смотрите. Но вот эта вся иерархия, которая показывается, но она не так уж как бы в реальности имеет какое-то место. Сетевые базы данных, у них используется распределение данных. Резонтальное, иерархическое какая-то вглубь идет. Можно сказать, что любой джейсоновский файлик или XML-ный файлик – это и нереаляционная база данных, потому что может быть очень много данных хранится и так далее. В принципе, это подходит под вот эту вот штуку описания. Мы можем с вами самостоятельно создавать какие-то свои базы данных, файловые, опять же нереаляционные, где у нас будут в каждом файлике находиться какая-то информация о той или иной сущности. И в зависимости от того, что мы там хотим, эти сущности можем еще между собой как-то связывать. Можем что-то такое сделать. В принципе, почему нет? Вариации создания такой иерархической или просто файловой базы данных на основе джейсона вполне можем с вами сделать. Сейчас, одну секунду. Прошу прощения. Но мы будем с вами использовать немножечко другие, скажем так, классификации. Есть документоориентированная база данных. Документоориентированная база данных. Значит, что это за такая интересная база данных? Если на нее поглядеть, то она представляет из себя подобие, как раз, как я вам и сказал, джейсона. То есть несколько джейсоновских файликов как-то там разбитых. Ну, на самом деле, там хранится немножко все по-другому, но не суть важна. Значит, есть база данных, где есть коллекции. В каждой коллекции есть документы. И документы представляют из себя не что иное, как пары, ключ, значения. Ничего не напоминает вам документы этот. Дикшенри в C-шарпе. Словарь. И представьте себе, что вы словари объединяете в коллекции. И вот, пожалуйста, у вас уже готовая база данных. Почему она называется документ-ориентированной? Потому что здесь считается, что во главе всего стоит документ. Но это не просто вот какой-то документ. Это подобие таблицы. Но у него есть и отличия от реализационной базы данных. То есть это не просто табличка все-таки, а что-то другое. Давайте, наверное, вот что с вами вспомним. Скажите, пожалуйста, ну из реальной жизни под документами, например, когда мы получаем какие-то государственные услуги. Я не знаю, там сейчас очень часто и много где иногда спрашивают всякие справки о несудимости и справки о привлечении из административных правонарушений связанных с наркотиками. Как так называется. И вот внешне эти документы имеют какие-то общие черты и какие-то разные. Правильно? И мы можем с вами создавать документы, где не обязательно строгое следование или строгое соответствие количеству ключей и значений. мы можем создать в одном документе, например, у нас будет идти фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, а в другом документе будет идти фамилия, имя, дата рождения, место рождения и паспортные данные. В третьем документе будет идти фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и данные свидетельства о рождении. И это будет три разных документа. И вот здесь как раз идет принцип хранения в документах, вот в этих парах ключ-значения. И уже эти документы могут объединяться в коллекции. То есть у нас в документе какие-то поля могут отсутствовать или какие-то поля могут появляться. Нету строгой схемы, как в революционной базе данных. Давайте посмотрим, какие же базы данных под это подходят. Ну и подходит под это, на самом деле, по сути, очень хорошо одна база данных, СВД-шка, называется MongoDB. Кто-нибудь слышал о ней? Ну, ладно. Значит, смотреть. Мы с вами на следующем занятии попробуем ее установить. Или, может, даже сегодня по времени, не знаю, установить. Значит, что это за система такая? Она как раз позволяет нам использовать подход на основе документов. Внутри себя она использует JavaScript. Вот тут у нас могут возникнуть какие-нибудь сложности при написании запросов. Они не SQL-ные запросы, они другие совершенно. Поэтому еще я хочу вам ее показать, чтобы вы посмотрели, как с ней работает. Хотя бы имели представление, что это такое. И вот, собственно говоря, на этом все. Запросы могут выглядеть вот таким образом. Вот, например, поиск. Может быть вот так прописан. Вот он. DB. Там aggregate. Агрегатная функция. И дальше пишется что-то. Вот, пожалуйста, здесь в прямом виде используется JSON. И, по сути, это и есть единая какая-то часть для. Элементарная штука для хранения данных. Если в MySQL у нас с вами таблицы, то здесь используется, по сути, JSON для сохранения данных. Так, как это делается. Ну, тут довольно много. То есть, можно писать код на JavaScript, когда вы будете знакомы с JS. А, нет, этот код у нас на C Sharp. Прошу прощения. Так же можно обращаться к этой базе данных, получать запросы, все, что необходимо. Единственный момент, отличающий документ-ориентированные базы данных от революционных, нестрогое соответствие полей. То есть, поля могут быть разными. Как больше, так и меньше. Так, сейчас я хочу найти одну картинку. Сейчас, наверное, найду ее сам. Документ-ориентированный. Документ-ориентированный. И реакционный. Так, на картинках. Там прям мне попадалась очень хорошая картинка. Нет, нету. Так, ну-ка. Мону вон деби. Сейчас, или момент. Вот. Например, вот есть картиночка. Смотрите. Ну, она не в очень хорошем качестве. Ладно. Есть получше. Что-то. То ли у меня с интернетом. Да нет, вот в хорошем качестве. Здесь есть какой-то селект. И этот же селек перестраивается вот в такой запрос на монг деби. Можете заметить, что строк становится больше. Так оно, в принципе, и есть. Да? Так оно и будет. Ну. От этого это не означает, что нам не нужно изучать данную технологию. Ой, не туда полезет. Простите. Так, все-таки мне нужно найти эту табличку. Та табличка. Вот она. Значит, смотрите. Что из себя представляет? Ну, база данных в SQL в любой реляционный и документ ориентированный одно и то же. А вот таблицы представляют из себя коллекции. А каждая строчка – это отдельный документ. Вот как можно сопоставлять реляционные базы данных и документы ориентированные. Что они из себя представляют. То есть, каждая строка – это отдельный документ. И единственный, еще раз повторюсь, плюс, что в документе могут быть поля, какие-то новые и какие-то отсутствуют. В строке такого быть не может. Мы должны четко следовать. Вот, собственно говоря, как. Далее, чтобы установить на MongoDB на комп, нам нужно будет использовать… Вот я теперь уже и не помню, потому что она поменялась, а я в нее не лазил давным-давно. Вот, есть Community Edition. Вот он. Я вам ссылки пришлю. И нам нужен будет MongoDB Community Server. Причем, этот Community Server… Ну-ка, разворачивайся. Здесь есть версии 6.0.1 и так далее. Там всякие релизы. Пакет. Необходимо будет выбрать текущую версию. Ну, тут нету никаких версий всяких LTS и тому подобных. Поэтому выбираем текущую. И скачать это себе на… Вот я сейчас скачиваю. Ага, куда-то сохраняю. Да, я в Distrib себе запускаю. В зависимости от того, насколько у вас быстро и не быстро интернет, я сейчас ссылку вот эту скопирую и вам ее закину. Готово. Дома попробуйте установить. Должно вам все будет. Ну, сейчас я вам… Сейчас как заканчается, я запущу у себя установку. Покажу, какие там нужно нажимать вещи. И от этого дальше будет что-то нам заметное. Пока скачивается, давайте глянем, что тут есть в Tools. А в Tools тут есть какой-то компас. Вообще, MongoDB Compass – это их программа для подключения к этой базе данных. Будем использовать с вами тот же самый DataGrip. Он позволяет подключаться. Вот он у меня скачался. Я запускаю на установку. Надеюсь, без всяких проблем пройдет. Потому что иногда бывают… Ну, раньше были у меня проблемы с установкой этой модели. Next. Если посмотрим. Тут особо выбирать нам нечего на самом деле. То есть, вот вариант. Я выбираю Complete. А вот дальше он просит поставить себя как сервер. Как сервис, простите. Можете оставить… Оставляем эту штуку как сервис запускать себя. Почему? Это может получиться та же ситуация, как была с MySQL сервером. Что когда мы его запускали вручную, последующий запуск не срабатывал. А здесь поставим его как сервис. И он у нас, по идее, должен будет сразу быть доступен. На всякий случай, вот всякие тут Data Directory это… Запомните, что он в Program Files просто ставится. И сервис name у него MongoDB. Ну, понятно, да? Next. Спрашивает установить MongoDB Compass. Можете оставить эту галочку, чтобы у вас установился еще и дополнительный пол. Можете не оставлять. Нажимаем Install. Если у вас там есть проверка на то, под каким пользователем вы заходите, жмете на него. Сейчас. Дальше, как пройдет. Это процедура вся. Я, может быть, вас чуть-чуть задержу. Так, ну что, у меня тут не появилось-то? Да нет, все нормально. Все так же с вами ставится. Время тратится какая-то на установку. Ну, судя по всему, установку компаса идет. Ну, сейчас посмотрим. Подождем еще чуть-чуть, пока еще у нас время терпит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, что-то долго эта штука идет, устанавливается. У меня поставилось. Поставилось, да? А у меня вот нет. Ну, видите, да? Там потом после нее еще что-то будет, нет? Ну, да. Тут компас этот запустился. Не знаю, что тут. Тоже что-то тут предлагают понажимать. А давайте вы покажете свой экран, расшарите, а я на вашем покажу. Чтобы не терять время. Ага, вот. Он просит автоматическое обновление, географическую визуализацию, крэш-репорт, отправку статистики и типа GIF-фидбэк. Ну, можете это все, в принципе, убрать эти галочки, чтобы у вас ничего с компанией улетало. Убирайте их. И нажимаете вот старт юзинг компас. Все. Ну, судя по всему, у вас все установилось, все хорошо. Попробуйте. Вот, стоп. Видите, у вас написано Юрий, и там написано MongoDB2.localhost27017. Попробуйте нажать сюда сейчас Connect. Все. Вы подключились к базе данных. То есть, для MongoDB используется также localhost, но в качестве порта используется 27.0.17. Мы потом с вами тут дальше посмотрим, что это за документы здесь есть, что здесь есть за база данных и так далее. О, у меня, по ходу дела, тоже поставилось все. Или точнее доставляется. Да, у меня тоже, кстати, установилось практически. Давайте я расшарю свой экран, покажу, что у меня появилось. Вот он мне выдал, что все. Поставился этот самый MongoDB-компас. Я жму сюда на финиш. Вот он, Welcome to MongoDB-компас. Тут можете смотреть, читать, что он тут делает. Ну, так, если вам надо. Я отсюда уберу эти галки. Можно оставить, грубо говоря, апдейты, географическую визуализацию, крэш-репорт и юзаж-статикс и продукт-фидбэк убрать, как хотите. Все. В принципе, вот все, пожалуйста, у нас с вами появилось. Ну, единственный момент. Я буду использовать все-таки DataGrip. И на следующем занятии мы с вами посмотрим вообще, как работать с этой системой, как подключать базы данных, как их там создавать и так далее. Вы увидите, что это и легко, и не очень с одной, ну, одновременно. Там получается два макетонных сон. Просто познакомитесь немного с другой архитектурой баз данных. Вот и все. И еще раз напоминаю, просьба доделать спортивный магазин до следующей, ой, до текущей пятницы с триггерами. Доделайте на занятия, проверим, а потом уже дальше все будем делать. Вот. На сегодня у меня к вам все. Теперь жду вас в пятницу с выполненными заданиями и с новыми силами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова